Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск «Каждый день вечера утра». Реальность сама складывает картину дня. В студии Максим Бажанов. Смотрите сегодня в программе. Осторожно, ямы. Пока мы ее не пощупаем, не раскопаем, мы не можем сказать еще, что мы будем делать. Ну, в любом случае, этот участок будет заменен, поврежденный и новую установленную. Провал засвияжья обещают устранить. Плюс в бюджет. Предусматриваем финансирование внеочередных мероприятий, такие как приобретение оборудования школы, ремонт школы, ремонт донок культуры. На что уйдут дополнительные миллионы? Тяжело учиться, легко побеждать. Мне было немного страшно выходить на помост. Смогла выйти на помост, побороть свою суперницу. Победа тяжелоатлетов из Ульяновской области. Как купить лекарство, не оказавшись в яме? Не финансовый, а самый настоящий, образовавшийся прямо у хода в аптеку по улице Рябикова. Вот такой квест жителям засвияжьей подкинула сама жизнь. Впрочем, это не первый сезонный сюрприз. Буквально в прошлую пятницу в центре города, на улице Красноармейской, прямо на проезжей части образовался провал солидных размеров. Два автомобиля получили технические повреждения, а вот на Рябикова все может кончиться трагедией для пешеходов. Вчера проходил, мне кажется, не было. Ой, позавчера. А вчера я не проходила. Неделю уже. Неделю, да? Да. Я что-то не обратила внимания. Нашлись более внимательные. Увидели яму рядом с аптекой по улице Рябикова и позвонили куда следует. Эксперты прибыли, подытожив. Яма – явление сопутствующее. Все дело в канализационном коллекторе. Как у людей бывает старость, так старость бывает и у труб, которые находятся на большой глубине. И, к примеру, когда запускается процесс коррозии, то обрушения могут происходить на расстоянии, как, к примеру, случилось вот здесь, около аптеки. Посмотрите, что тут происходит. Ну и для того, чтобы извлечь трубу и, собственно, устранить все повреждения, ремонтники говорят понадобится, ну, не менее полутора-двух недель. И вот оно усосало с этой стороны, можно сказать, это, как говорят, не основная. Будем раскапывать, углубляться, докапываться до трубы, чинить трубу. Пострадал ли фундамент, установит предстоящая экспертиза. Впрочем, и масштаб трубного бедствия пока доподлинно неизвестен. Хотя видеодиагностику специальное подразделение под покровом ночи уже провело. Выбор темного времени суток объясним. Уровень вод заметно снижается. Пока мы ее не пощупаем, не раскопаем, мы не можем сказать еще, что мы будем делать. Ну, в любом случае, этот участок будет заменен, поврежденный и новый установлен. Пока беседуем о теории, подоспела практика. Бригада огораживает и расчищает территорию. Местное население обходит стороной, но выводы делает. Я не знаю, когда появилось, но здесь нельзя было строить, потому что там подводные воды. Вы думаете, из-за этого, да? Ну, а что же вы хотите? Здесь оставляли место, стали строить там. Мы получили там, а здесь был пустырь. Вот теперь он вот такой. Я вот тут вот видел две ямы. А на эту не обращались. А здесь постоянно. Здесь часто вот бывает у нас на этой рябике. А врушения какие-то в смысле? Да-да-да, вот около пятерочки. Ой, гулливер вот сейчас. Там тоже часто бывает, по весне особенно. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. Снег тает и приносит немало сюрпризов. Из-под сугробов, как подснежники, вылезают горы мусора, бутылки, пакеты. Отходы жизнедеятельности четвероногих питомцев. Ульяновцы негодуют и уповают на субботник. Коммунальщики тоже, судя по всему, не торопятся с наведением порядка. Начнется месячник по благоустройству, тогда и приступят. Вопрос, кто превратил свалки улицы и дворы, очевиден. Что с этим делать, ответы в следующем материале. Весной всегда хочется вдохнуть полной грудью свежий воздух. А получается, как обычно, что вдыхаем мы какой-то мусор. Потому что вот из-под снега появляются вот такие вот мусорные подснежники. Например, бутылочки из-под пива, какие-то вот пластмассовые упаковки из-под кутербродов и пакета сока. И что самое грустное, в этом году мусора будет намного больше, потому что осадков выпало много, слоев снега предостаточно. Один собранный мешок мусора – капля в море, но уже шаг к чистоте. Чтобы привести в порядок целый двор, счет мешкам пойдет на десятки, а то и на сотни. Объем работы приличный, но убираться никто не торопится. Дворы утопают в отходах, дворники как будто испарились. Мусор у нас вот, да, мы эти. А так, вот, может, сами будут девчонки убираться, которые помоложе. Я не знаю, у нас дворники есть, нет, честное слово. По закону чистота дворов в руках управляющих организаций. Появился мусор или всплыл из-под снега – обязаны сразу убрать. Нет чистоты – жалуйтесь. Собственникам необходимо обратиться в орган государственного жилищного надзора, соответственно, к нам, в агентство государственного строительного жилищного надзора. По обращению собственника будет проведена проверка внеплановая. При наличии оснований, правильщик компании выдается предписание и составляется протокол об административном правонарушении. Стоит отметить, положительная динамика по уборке весенних сюрпризов все-таки есть. Об этом говорят цифры. По статистике, весной объемы вывоза мусора в среднем вырастают на 20%. Это больше 4000 кубов отходов. Сегодня также фиксируется рост. В районе 4000 кубов рост ориентировочный на 7-8%. Вот сейчас мы ждем, я уже представил вам, резкий скачок отходов, которые появятся на наших компрессионных площадках. За чистоту общественных мест в ответе город. Тут напоминать об уборке не нужно. У них все строго по плану. Субботники запланированы уже на начало апреля. Мусорные подснежники – явление, повторяющееся из года в год. Но важно помнить простую истину. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Максим Бажанов, Бахтиер Салтанов, репортер 73. Грязные города, поселки, деревни. Сами мусорим, сами убираем. Первый субботник этого года в области намечен на 9 апреля. Выходить или нет – личное дело каждого. Согласны ли жители региона потратить личное время и силы на общее благо? Видит ли смысл весенней уборки? Ответы в традиционной рубрике «Глаз народа». Нужно ли выходить на субботнике? Обязательно. Почему? Вот эту грязь убирать надо. Потому что сколько накиданных песка, снега здесь было. Поэтому я считаю, что нужно обязательно делать. Природа пробуждается после зимы, после снега. И, соответственно, видим мы довольно-таки неблагоприятную картину весной, что вредит, в принципе, окружающей среде и экологии. Потому что снег сходит быстро. И, в принципе, это все быстро так выходит наружу, вся эта грязь. Я думаю, что нужно, потому что чище город, настроение граждан, соответственно, лучше. И всегда приятно видеть чистый город. Нужно выходить на субботники, чтобы город был чище. Еще бы дворников не решало бы заиметь. Но это же не по принуждению. Если есть возможность, почему бы и нет. Мы так же выходим в свои дворы и так же убираемся. Но, в принципе, это и есть субботник. Дворники – это, конечно, хорошо. Но бывает, что вот что-то где-то все равно, скажем так, полетит. Своё место убрать. Каждого берет. А дворники в город приведут. А мы возле себя порядок мы ведем. А вы сами пойдете на субботники? Конечно. Ну, дворником бы зимой хорошенько поработать. А вот весной, когда вот надо это все убрать, почему бы и не выйти на субботник? Мусор всегда нужно с собой убирать. Я считаю так. Вот и все. А сами мы пойдете на субботник? Возможно, да. Пять лет назад в этот день Ульяновская область перешла на своё поясное время. Мы прибавили час к московскому и избавились от летних рассветов. В третьем часу ночи обрели больше светлого времени во второй половине дня. Ряд экспертов при этом говорит, что для полноценного соответствия реальному часовому времени региону стоит добавить еще один час разницы со столицей. Тогда в полдень солнце над нами стояло бы точно в зените. Однако большинство жителей вполне устраивает статус-кво. Так что никаких реальных изменений в этом вопросе больше не предвидится. Далее коротко о других важных событиях из жизни региона. На 70% завершены работы по строительству левобережной развязки нового моста через Волгу. Всё идёт в соответствии с календарным графиком. Полная сдача объекта намечена на сентябрь 2021-го. По плану в составе развязки предусмотрено строительство автодороги от перекрестка улиц Врача Михайлова и Оренбургской, возведение двух путепроводов, а также перенос коммуникаций, устройство вело и пешеходных дорожек. Сотрудники госавтоинспекции провели уроки безопасности в школьных автобусах. Обучающие инструктажи приурочили к скорому началу весенних каникул. Инспекторы рассказали детям о правилах поведения в салоне автобуса, для чего служат ремни безопасности и почему всегда нужно пристёгиваться, несмотря на продолжительность пути. Школьникам напомнили о правилах перехода проезжей части по пешеходному переходу, рассказали о значении дорожных знаков и сигналов светофора. Региональный Минсельхоз продолжает противоковидные рейды по торговым точкам. Главная задача – проверить, носит ли маски персонал магазинов и покупатели, как того требует закон. Попадают во внимание и наличие либо отсутствие антисептических средств, правильность и своевременность заполнения журнала учёта температуры персонала. Всего 6 октября 2020 года состоялся 61 выход в 173 торговой точки. В суд направлено 133 протокола в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Чем старше человечество, тем больше заботы об экологии. Особенно острый вопрос о сохранении природных ресурсов, чистого воздуха и пресной воды встал в последние десятилетия для всего мира и для нашей страны. Многие живут по принципу «после нас хоть потоп» – это прискорбно. Такая логика тупиковая и крайне опасная, заметил Владимир Путин, внимательно следящий за исполнением нацпроекта «Экология». За соблюдением экозаконов в Ульяновской области следит профильное министерство, которое выдвинуло очередные идеи по улучшению экологической обстановки региона. Молодёжное правительство, представители университетов тоже поделились наработками в этой сфере. Развитие промышленности, новые предприятия благоприятно для экономики, негативно для экологии. Еженедельно жители нового города жалуются на едкий дым. Неприятный угар иногда ощущают из-за свияжки. Не закрыть производство помогут современные экологические технологии, которые все чаще стали использовать ульяновские предприятия. Эта огромная установка при температуре 800 градусов сжигает все вредные вещества, которые выделяются на производстве. Ульяновская компания по изготовлению теплоизоляции с 2015 года потратила более 70 миллионов рублей на фильтры и другие экологические технологии. Позитивный опыт перенимают и другие регионы. На каждом этапе мы стараемся оборудовать максимальное количество фильтров и внедрить самые совершенные системы очистки. Хотя изначально линия была уже укомплектована фильтрами, но мы ставим дополнительные системы очистки, потому что в экологическом плане требования все ужесточаются и ужесточаются. Не только для строительства, но и для сельского хозяйства. Компании удалось наладить безотходное производство. Здесь растут огурцы и помидоры. Вот этот продукт полностью мы перерабатываем. Положительный пример не только для бизнеса. На первом плане ответственность. Позаботиться о природе должен каждый, а поэтому новые инициативы и идеи. Реализация национальных проектов, создание и реализация вопросов климата на территории Ульяновской области, реализация федерального проекта и регионального проекта «Чистый воздух», который направлен в первую очередь на снижение выбросов более чем на 20% до 2025 года. Планы амбициозные, проблемы глобальные. Это из-за грязнения воды. Но есть же у нас ведь, правда ведь, это очень актуальная тема. Это и проблемы и загрязнения с почвой, и с воздухом. Это и шумовое, и радиационное загрязнение. В работе политики, бизнесмены и молодежь. Различные акции и экоинициативы, например, переработка старых вещей и пластиковых бутылок. Сохранить природу в наших условиях непросто, но посильно, если ответственно к чистоте родного края начнут относиться все. Маргарита Матюшинская, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Давайте обсудим организованную преступность. В Димитровграде три депутата организованно воровали деньги из бюджета, заявил Матвей Володарский во время обсуждения первого вопроса повестки заседания областного парламента. Внесение изменений в бюджет, как всегда, вызвало немало споров и предложений. Также в списке к рассмотрению новые меры социальной поддержки населения. Финансовые и социальные вопросы волнуют больше всего, а потому их решение дает народным избранникам простор от действительно конструктивных предложений до популистских возражений. Из зала заседания материал Веры Мощеряковой. Большой важный шаг 2021-го. Звание ветерана труда Ульяновской области отныне могут получить многодетные матери, проработавшие 20, а не 35 лет. Меру, получившую сегодня одобрение депутатов законодательного собрания, с энтузиазмом приняли и адресаты нововведения. Мама, которая занимается воспитанием детей, большого количества детей, имея при этом региональные награды, но, как правило, она просто не успевает получить, наработать такое количество лет трудового стажа, которое изначально требовалось для получения статуса ветерана труда. Это не значит, что мы останавливаемся непосредственно именно на этих показателях. В дальнейшем загон о статусе ветерана труда Ульяновской области будет дальше дорабатываться, носиться изменения. Все зависит от того, с экономической ситуацией и жизни, которая у нас будет в регионе. Следующим шагом может стать отмена требований многодетным мамам иметь региональные награды, пояснил Сергей Шерстнев. Вторая, не менее востребованная тема, рассмотренная на заседании, бесплатная юридическая помощь медицинским работникам, по аналогии с пенсионерами и социально незащищенными жителями региона. Депутаты рассмотрели и изменения в бюджет. Около 40 миллионов, согласно поправкам, в главный финансовый документ области направят медикам. Речь о внутренних перераспределениях, вынесенных на повестку заседания. Предусматриваем финансирование внеочередных мероприятий, такие как приобретение оборудования школы, ремонты школы, ремонты домов культуры. То есть это фактически внутреннее перераспределение. И очень хорошо, что некоторые муниципальные образования, например, Щедоклинский район, уже провели аукционы и получили экономию на аукционы. Свободные деньги получат объекты, которые требуют финансовых вложений, но ждут своей очереди. Также 29,5 миллионов направят на переселение из аварийного жилья. Около 40 федеральных миллионов получит спортивная инфраструктура. Важный момент – поступление федеральных средств по отдельным статьям, к примеру, на развитие дорожной инфраструктуры. Несмотря на то, что эти деньги фактически целевые, у ряда парламентариев возникли сомнения в целесообразности их распределения. Где деньги? Вот опять же федеральные. 9 миллионов уже две недели прошло. Давайте мы начнем изменения. Лифты. 13 лифтов. Хотя бы давайте 13 лифтов поменяем. Третий год лифты не меняются. Нет, 9 миллионов нет. Делить, не добывать – парируют коллеги по залу. Чтобы закрыть все имеющиеся сегодня вопросы, надо постоянно работать над пополнением бюджета. В результате предложенные поправки в региональном бюджете приняты абсолютным большинством. 30 голосов за, 1 против. Избиркомы, федеральные и региональные, сообщают об активной подготовке к предстоящим выборам в Государственную Думу и выборам губернаторов ряде регионов России. Политические силы, партийные и беспартийные, постепенно включаются в гонку, начиная активно работать на избирателя. Вспоминаются старые обиды, вырабатываются новые стратегии, готовятся кандидаты. Что происходит в поле большой политики Ульяновской области, вашему вниманию наш политобзор. Коммунисты России провели в Ульяновске акцию в память о референдуме 30-летней давности за сохранение СССР и одиночные пикеты в парке дружбы народов. КПКР декларирует, все завоевания эпохи социализма должны быть возвращены народу. Сторонники Максима Сурайкина поддержали его призыв провести народный суд над врагами социализма. К последним причислили и нынешнее руководство КПРФ. Компартия Российской Федерации начинает разминаться в преддверии выборов. Оппоненты Сурайкина провели в Ульяновске прямую линию, где говорили о несовершенстве российских законов. И тоже обращались к прошлому. В частности, вину за свой провал на выборах в Ульяновскую гордуму в большей степени возложили именно на КПКР. «Потому мы и получили всего 20% голосов», — сказал Айрат Гебаддинов. ЛДПР перешли к более активным действиям. Пока по стране движется партийный агитпоезд, по области колесит автобус. Сторонники Владимира Жириновского посетили несколько населенных пунктов, общаясь с местными жителями, обращая их внимание на две стороны жизни. С одной — эры высоких технологий, улыбающиеся депутаты и инновации. С другой — проблемное село, проседающие соцгарантии, отсутствие перспектив. При этом электорат там добрый, трудолюбивый, а главное — терпеливый, отметили участники агитпробега. «Единая Россия» готовится к большому праймерис. По стране на него зарегистрировано более четырех сотен кандидатов. Подано более 640 заявок. Отказ в регистрации получили 95 человек. Основными причинами стали неполные пакеты документов, попытка выдвинуться сразу по нескольким округам, непогашенные судимости и иностранные финансовые активы. Партийный фильтр работает. В нескольких регионах, в том числе и в Ульяновской области, праймерис состоится онлайн. 25-я годовщина подвига. В Ульяновске почтили память погибших в Чечне десантников. Минута молчания в возложении цветов в храме пророка Ильи прошла заупокойная элития по погибшим воинам. Екатерина Терещенкова продолжит. Весна 96-го. Десантники 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии получают задачу разблокировать из окружения подразделения 506-го мотострелкового полка под селом Ведено в Чечне. У противника явное преимущество. Военные попадают в засаду боевиков. Завязывается тяжелый многочасовой бой. 30 марта 96-го года наша воинская часть понесла самые тяжелые потери. 26 погибших свыше 30 раненых. Этот день и стал отсчетной датой дня памяти погибших воинов-десантников 104-й, а сейчас 31-й десантно-штурмовой бригады. В ту командировку 25 лет назад своего супруга провожала Татьяна Кущ. Домой, где Александра ждала она и двое маленьких детей, он так и не вернулся. До сих пор я помню слова мужа, который сказал, как я буду смотреть в глаза своим солдатам, которые приедут оттуда, а я останусь здесь. И поэтому я все эти годы очень горжусь им. И, наверное, мысль о том, что он совершил подвиг, помогала мне выжить. Память десантников почтили в Ульяновском соединении ВДВ. Митинг на плацу воинской части, возложение цветов к монументу погибших героев. Здесь их сослуживцы и семьи. День памяти ребят, которые выполнили свой воинский долг при выполнении боевых задач. И для чего это делается? Для несения памяти этих ребят, которые выполнили с честью свой воинский долг. Чтобы подрастающее поколение выросло на примерах, помнили задачи, которые выполняли ребята. В тот день, 30 марта 96-го, десантники поставленную задачу выполнили ценой своей жизни, шагнув в бессмертие. Мир, эпоха, имена. Музыкальный марафон по концертным площадкам региона. Каждый фестивальный вечер – событие, которым организаторы делятся с публикой в формате дневника. Мы продолжаем знакомить с дневником фестиваля и рассказываем, чем еще удивит весенний сезон. 28 марта состоялся единственный джазовый концерт фестиваля в нашем городе. Его представили лауреаты престижных джазовых конкурсов и фестивалей, мастера российского джаза, звезда московской джазовой сцены Марина Волкова и джазовое трио одного из лучших контрабасистов нашей страны – Сергея Васильева. Мы решили именно поискать такие произведения, которые не очень избитые, чтобы воплотить наши задумки в жизнь. Поэтому «Танцующие королевы» мы вот так, как бы сказать, избранно так надергали, скажем. Сергей Васильев, так же, как и Марина Волкова, не первый раз выступает в нашем городе, и солисты, которых представляет Сергей Васильев, всегда приятное открытие для ульяновского слушателя. Все участники джазового трио – победители и лауреаты всероссийских и международных джазовых конкурсов, джазовых фестивалей в России и за рубежом. Мне очень нравится ваш прекрасный город, он очень уютный. Кстати, вот мы сегодня вспоминали, мы с Антоном Барониным, это была моя первая профессиональная поездка, мы приезжали сюда с Ириной Томаевой, Антоном Барониным, Сергеем Головнёй и Дмитрием Власенко, знаете, когда? В 97-м году. И вот мы сейчас вновь вместе с Антоном приехали. Яркий зажигательный вокал Марины Волковой в сочетании с мощным и ритмичным звучанием ансамбля не оставили равнодушным ни одного искушенного слушателя, оценителя джазовой музыки. В каждой композиции музыканты рассказывали свою историю, которую хочется услышать еще раз. Более 500 юношей и девушек в возрасте от 13 до 15 лет со всех уголков огромной страны. Вот что такое всероссийское первенство по тяжелой атлетике, прошедшее в марте в Старом Осколе. Соревновались на подъеме. Ковидный год и все связанные с ним ограничения спортивный дух лишь разодорили. Татьяна Домоданова продолжит. Первый год. Перевыполнить норматив мастера спорта по тяжелой атлетике в 13 лет. Установить 5 рекордов России и 2 на европейском уровне. Звучит круто, но свою крутизну Алсу Кукушкина наша землячка пока не осознает. Хотя для окружающих очевидно. На прошедшем недавно в Старом Осколе, всероссийском первенстве, девушка поразила всех. Мне было немного страшно выходить на помост. Смогла. Поварить свою сверницу. Алсу – одна из жемчужин девичьей команды, достойно представившей Ульяновскую область. Солидно выглядели и подруги. Светлана Тры, Александра Курынова, Анастасия Михайлова. Движение, рыбок и толчок – сумма двоеборья. Наши спортсменки стали третьими в командном зачете. По российским меркам есть упадок определенный, ну, в связи с этими всеми скандалами и так далее. Упадок есть определенный. Ну, а если брать Ульяновскую область, то, ну, мы уже последние лет пять точно, мы по разным возрастам постоянно в призах команды. Это же и по взрослым, и вот по детям мы начали. Сам Михаил азы тяжелой атлетики осваивал в Греции, а продолжил в Петербурге, добавив к набору регалий новые. Неоднократный чемпион России и призер чемпионата Европы, мастер спорта международного класса и кандидат в олимпийскую сборную. Вместе с супругой-спортсменкой Натальей Якуповой переехал в Ульяновскую область. А в сентябре 2020-го открылось их детище – Центр тяжелой атлетики имени Сорокина в Солдатской Ташле. Сейчас тренируется не менее 50 подающих надежды ребят. Кстати, о детях. В серьезно спортом увлечены дочь Михаила и Наталья – Елена и сын Андрей. В силу возраста участвуют лишь в региональных соревнованиях, но мыслят по-олимпийски перспективно. Это спорт, если подходить к нему серьезно и правильно, он очень легко питается тебе. У меня на нос само как-то получается. Я, за внимание, всегда хочу побить этот вес. Я не могу, чтобы не побить этот вес. Мне надо всегда выиграть. Пришла в секцию тяжелой атлетики и думала, что сразу мне дадут тягать что-то этакое, тяжелое. А мне для начала нужно пройти элементарные тесты, чтобы понять, насколько у меня есть предпосылки к этому сложному виду спорта и насколько я вообще скоординирована в своих движениях и действиях. И все начинается вот с этой палки, как она правильно называется? Бодибард. Бодибард. Нужно ее взять. С широким хватом. Поднять наверх. Вытянуть наверх. Так. И дальше что? И выполнить приседания. Прийти в большой спорт взрослым – советский подход. Сейчас стартует не позже девяти. Тогда в тринадцать реально покорить Европу. Как это предстоит уже в сентябре Алсу Кукушкиной. Я думаю, что достаточно. Ну что вы скажете? Гожусь? Я думаю, что у вас хорошая физическая форма. И если бы у вас была спортивная одежда, у вас бы получилось гораздо лучше. Ну, хотя бы так. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов. Репортер 73. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов. Большие неприятности начинаются с маленькой дистанции. Держи дистанцию. Читайте в новом выпуске аргументов и фактов. Можно ли забыть про рост цен, если завести на балконе корову, птиц и овощи? На первой полосе регионального выпуска. Почему мы все время возвращаемся к продовольственным карточкам? Как это решается в Америке и у нас? На второй странице. Почему в пойме реки Свияги идет активное строительство элитного жилья и кто его может запретить? Гость номера Азат Мухамедшин. С начальником отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов в Ульяновской области попытались разобраться. Кем быть труднее? Браконьером или инспектором? На четвертой полосе регионального выпуска интересная новость для родителей малышей. В Ульяновском Доме Ребенка открыта бесплатная группа первой ранней помощи. И здесь же материал об активистах, волонтерах и добровольцах. В рубрике «Ваше здоровье» о том, как не подорвать почки и как им вредит коронавирус. По традиции, ВАИФ, программа передачи телеканала «Репортер 73», которую смотрите в пакете эфирного цифрового телевидения на канале ОТР. В завершении телефон рекламного отдела 30-41-73. Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Звоните 30-41-73 и вы в эфире «Репортера 73». Делайте новости вместе с нами. Звоните 30-40-73. Читайте и смотрите онлайн. Тройная W, репортер 73.TV Реальность сама складывает картину дня.